Там, где сейчас пасутся коровы, скоро будут играть в футбол и кататься на коньках. Между двумя столицами, нынешней и прошлой, возводится дворец спорта на 10 залов. Республиканский министр Ахмед Катиев в тренировочных штанах и кроссовках проводит экскурсию. Вот здесь сядут 3,5 тысячи зрителей. Там будет ледовая площадка, футбольное поле, бассейн и аквапарк. Прежде чем выбрать этот дворец спорта, я ездил по разным регионам, смотрел разные дворцы спорта и остановился на этом дворце спорта, как я сказал, потому что здесь дополнительные спортивные залы, то, что именно нужно сегодня для нашей республики. Вольная борьба прославила Ингушетию на весь мир. Правда, последнюю олимпийскую медаль в республику привезли в 2008-м. Чтобы не посрамить традиции в Рио-де-Жанейро, пригласили лучшего тренера мира. А вот еще, еще, переверну, переверну, переверну. Вот, вот все. Адам Барахой выступал за Россию, но олимпийскую бронзу получил в составе турецкой сборной. Там же стал лучшим тренером. А недавно вернулся на родину поднимать вольную борьбу. У него уже почти 600 учеников. Конечно, ребята молодые. Мы с ними только начали работать, и у нас все впереди. Еще одна легенда ингушского спорта – Руслан Чепанов. И сам олимпийский чемпион по боксу, и тренер такого же победителя. Основатель республиканской школы. В Ингушетии его называют народным тренером. Чтобы дети где-то по улице не ходили, дурака там не валяли. Ну, может быть, если там... Ну, в общем, плохим делом не занимались. Вот, для этого, собственно говоря, мы и работаем. Вольная борьба, восточные единоборства и бокс всегда были коньком ингушских спортсменов. Правда, в последнее время большей популярностью пользуется футбол. Анна Головчинская, Валерий Богословский, Новости, Телеобъектив.